Всем привет! Сегодня у меня обзор Samsung C3782. Этот телефон уникален тем, что в нем используется оптический джойстик. Также этот телефон является двухсимчатым, что позволяет использовать две сим-карты одновременно, но у них идет один радиомодуль. Остальные функции как бы стандартные для такого телефона. Под видео будет ссылочка на официальный сайт, где можно будет почитать более подробно о его конфигурациях. Коробочка, как видите, совсем маленькая. С каждым годом, даже месяцем, все меньше и меньше коробочки становится. Давайте посмотрим, что внутри нее. Вот сам аппарат у нас. Мы пока отказуем в сторону. Идем дальше. Зарядное устройство. Как видите, больше мы ничего здесь не находим. Ни гарнитуры, ни карт памяти комплекта не поставляется. Аккумулятор. И сам товарный чек. Ни USB, ничего нету. Что весьма расстраивает немного. Товарный чек. Вот его цена, сколько стоила. Давайте посмотрим на сам телефон. Что он из себя представляет. Вот такой он внешний на вид. Здесь у нас, видим, никаких зазоров мы не наблюдаем. Все четко подобрано. Как бы телефон дешевого класса, но не скрипит. Это очень радует. Давайте посмотрим под крышкой. Защелки у крышки очень тугие. Возможно, это потому, что он новый еще, поэтому тугие, но неплохо сделано. Сим-карточки первая, вторая. Особенность этого телефона, еще можно ставить свою картинку на сим-карту. То есть, легче будет найти, сориентироваться. Также сим-карты можно подписывать с оператора, как хотите. Не будет написано сим-1, сим-2. Здесь у нас вставляется карта памяти. Здесь у нас находится динамик. Вот наша камера 3-миапиксельная. Ну что ж, давайте ставим аккумулятор. Такой аккумулятор. Аккумулятор у нас с емкостью 1000 мА. Во-первых, довольно мощный аккумулятор, опять же, для такого телефона. Вот мы собрали телефончик. Давайте я уберу эту пленочку. И вот загорелся у нас основной дисплей. Вот у нас задел меню. Довольно непривычно таким джойстиком пользоваться. Но довольно быстро. Рассрабатывает, то есть, приятно так. Вот чувствительность у нас здесь настраивать можно. И вот у нас вообще он летает аж. Как для Самсуна, стандартные функции здесь. Плеер может порадовать в наушниках звуком 5.1. Но эта функция допустима только в наушниках. Но качество фотографии выходит среднее на нём. Такой-то недорогой себе телефончик с оптическим джойстиком. Что ещё о нём отметить? Долго держит аккумулятор. Примерно при полном разговоре и гонянии, его целый день гоняли, разговаривали по нём. То аккумулятор сел всего на две полоски. Можете видеть, он там на две полоски только всё. При этом его не выпускали из рук. Всё время клацали что-то. Какие-то файлики смотрели, музыку слушали. То телефон весьма приятен на ощупь. Очень удобно лежит в руке. Его вес вообще не ощущается. Наверное, из-за того, что он весь полностью пластиковый. Поэтому его вес и не ощутим. Довольно быстро привыкаешь к этому джойстику. У меня сим-карта сейчас нету, поэтому он говорит, что вставьте сим-карту. Привыкаешь, но практически телефон в руке не чувствуется никакого веса. Можно было бы чуть-чуть потяжелее сделать, чтобы была более чувствительность к телефону. Чувствовалось хоть как что-то. А так, что ещё можно сказать о комплектации у нас? Идёт такая зарядка. Зарядка вообще простая, дешёвенькая какая-то. С таким вот USB простеньким. Телефон блокируется сразу, как только экран потух. Это стандарт. Невозможно послушать интернет, но понятно это, потому что у нас сейчас ничего нету тут. А так, все остальные функции стандартные телефонов Samsung данного типа. Сбоку у нас расположена кнопочка для переключения между сим-картами. Первая, вторая. Здесь у нас идёт и под USB-шнур, и под зарядку. Мини-USB обычный. Есть у нас 3.5 разъём под таким углом небольшим. Здесь у нас качелька громкости. Здесь у нас расположен шнурочек. Можно подсоединять. Так что, вот такой вот телефончик. Кому интересно, покупайте. На мой взгляд, это оптимальный вариант. Вместе с таким стильным джойстичком. Дизайн такой, как хороший продуманный. Моднявый. Больше для молодых людей, наверное, подойдёт. Потому что людям среднего возраста, как бы, не сильно интересно будет гонять телефон с помощью такого джойстика. Более привычный, классический вариант. Ну, очень удобно. Ничего нигде не цепляет. Просто положил палец и видишь. Надеюсь, кому-то был полезен мой обзор. Всем спасибо. Пока. Продолжение следует...